Очень долго рассказывала про китайские материалы, да, вот эти вот китайские материалы, которые, ну, жесткий Китай, друзья мои, жесткий Китай, которые можно купить недорого на распродажах, а все это началось потому, как я показала обзор, вы посмотрели обзор на вот эти вот гели, которые Nefium на распродаже, помните, я вам, спасибо большое, привет, привет, вот эти Nefium гели 20 мл, что-то там вообще по 100 рублей, и сказали, что интернет-магазин распродается, вот это вот, вот это, и поэтому они, вот видите, сразу светлее становится, они поэтому распродаются, и поэтому у них цены такие недорогие, но я считаю это жестким Китаем, и я долго, почти час на ютюбе рассказывала о том, если вдруг вы покупаете эти гели, потому как же, ну, мне не хочется прям этот эфир повторять, но там очень я много всего рассказала, как, если вы купили, но это устоять-то невозможно, потому как, и даже вот посмотрите, смотрите, это я закрываю, закрываю себя, чтобы вы меня не видели, посмотрите, какая красота, красота неземная, а почему я сняла этот прямой эфир? Во-первых, просили девочки, ну, я показала, увидите, вы смотрите вообще мои видосики, нет, друзья мои, вот потому что вы не смотрите мои видосики, я расстраиваюсь, я показала этот материал, и мне, я просто его показала, я не планировала его никак рекламировать, или там, посмотрите, как он хорошо наносится, как он хорошо носится, какой он замечательный, я показала, какой он есть, какой он был в то время, когда я еще только начинала работать, это как раз тот материал, которым я начинала работать, когда он только появился. Привет, девочки. Привет, привет. Слышно, видно, напишите. И так как я его купила и показала, возникло много у девочек вопросов. Потому как это, ну, друзья мои, жесткий Китай. Из-за того, что сейчас мастера, как сказать-то, я уже тоже там говорила в этом эфире, и мастера неширокого профиля, неширокой квалификации не могут не знать, как работать таким материалом. И я все, что могла, все собрала в этом видосике, чтобы обезопасить клиента и мастера, если вы вдруг надумали и решили купить такой материал. И не обязательно в этом интернет-магазине. Все окей, хорошо, привет, привет, привет. Не обязательно в этом интернет-магазине. Мне сказали, что они распродаются, но я проверить это никак не могу. Мало ли чего можно сказать, да, друзья мои? И тем более я обычно работаю, если я сотрудничаю с какой-то торговой маркой, то я как бы знаю директора этой марки, или я знаю управляющего, или я знаю менеджера. А просто так я сама искала вот эти вот красочки. Я вам показываю. Я не буду показывать, но на YouTube смотрите и посмотрите. Я показывала красочки для дизайна, которые были в то время. Мне нужны были эти красочки, они как раз еще продаются. И мне хотелось воспоминания у себя в голове возобновить. И под это, поджучить, или как это сказать, подстегнуть мастеров-динозавриков, которые тоже давно работали таким материалом, чтобы они тоже повспоминали, что это было такое. А те, кто не работал в то время, кто мастера недавнешние, будут знать, какой мы работали ерундой. Вот, еще такие видосики у меня будут, лампы у меня будут, ой, чего у меня только не будет. Поэтому на YouTube канал, ого, ого, ссылочка в описании, там вот, где моя фотография, там на главной странице фотография, под фотографией будет таплинг, ссылочка, которая выведет вас на YouTube. Там, ну, сначала выведет на сайт таплинг, но это безопасно, потому как Инстаграм, это, ну, вы знаете. Вот. Да? А, ну, это Sunlight, да. Но Sunlight, у них политика такая. А эти, фиг его знать, я не знаю. Я разговаривала по телефону, потому как я хотела хоть как-то их отследить, потому как, может, у них на сайте там что-то есть, я что-то упустила. Есть у них? Я, я разговаривала с тем, кто присылает эти материалы, и я спрашивала, есть ли у них Инстаграм, чтобы я могла там хотя бы глянуть, что там у них, давно ли они работают, когда они, они сказали, что они работают еще с тех времен, как, как только материал начался. А это Омск, это не так далеко от Китая, туда можно обратно сгонять и привезти просто кучу всего с, прямо с Китая, а не там с Алиэкспресса, прямо-таки сгонять туда, да. Вот. Поэтому не, не удивительно, что у них это все с Китая. Ну, говорят, вас продают, я не знаю, девочки, верить, не верить, это, это уже как бы наше дело. Но смысл в том, что низкоквалифицированные мастера, они могут набрать вот этой красоты, да правда красиво, я не буду ничего говорить, что это, но этим надо уметь работать. Себя надо обезопасить, себя надо, мастера обезопасить, клиента надо обезопасить. Если вы собираетесь, да, ну вот видите, Елена тоже говорит, сказали, что они тоже распродают. Ну, мы можем, ну, судя по тому, что у них там много уже отсутствующих позиций, они не добавляются эти позиции, они там прям, ну, висят, что нету наличия, хотя хотелось там кое-чего еще прихватить. Кстати, да, пока я не забыла, если я, вы мне, пожалуйста, напомните, если кто-то хочет еще ссылочку, gelina.ru называется этот магазин, формы, сходите в форму у них, купите, там есть вот эти формы, если кто-то еще работает бумажными формами, если они, конечно, там еще есть, там они просто, по-моему, 100 рублей, пока вам стоил. Пластиковые формы, которые все на Алиэкспрессе заказывают, мне кажется, на Алиэкспрессе они дороже, я забыла, я уже сделала там повторный заказ, но я забыла себе заказать там эти формы, пластиковые прозрачные формы, которые все хвалят, там не сплошная фигня, там кое-чего можно даже это прикупить, но где-то даже есть и цены подороже, но может быть они, там какие-то втирки есть подороже, может они просто изначально их дорого брали, я не знаю политику, короче, не суть важна, этого магазина, не про него мы говорим, я не сотрудничаю с этим магазином вообще никаким образом, они даже не знают, что я блогер, я просто когда им позвонила, у них нет ни реферальные ссылки для вас, ни промокода, я им сказала, давайте там моим подписчикам какие-нибудь скидочки, но они говорят, ну скажите, что вы от Светланы Соколовой, ему подарочки положим, ну не знаю, я опять же не знаю, ладно, не суть важна, но соблазнительно купить этот материал, потому как он там сейчас, наверное, в продаже недорого стоит, но он жесткий китай, он вонючий, попец какой, и в этом прямом эфире на ютюбе я рассказывала, почему сейчас там как раз ролик обрабатывается с прямого эфира, вы можете пойти посмотреть, потому как я все подробненько по полочкам разложила, кому можно этот материал покупать, кому нет, вы сейчас пойдете хапните, да, хапните, а потом будете писать мне, капельня. И когда убирается этот фильтр, все мои рыжие веснушки, вы видите, они мне даже ничего не замазываются, я не люблю много тоналки, вот, и я не люблю, у меня кожа моя не любит много тоналки, но я рыжая, вы понимаете, что я просто рыжая, я родилась светлая, рыжая, у нас вся семья рыжая, ну, как бы дед у меня был капец какой рыжий, и я рыжая, ну, не в смысле веснушечки там миленькие, такие хорошенькие, нет, я тупо рыжая, не пигментные пятна там, рябая, как, от пигментных пятен, я просто рыжая, мне просто веснушки капец, они некрасивые. Привет, друзья, привет, привет. Вот, поэтому я как бы не страшусь своего возраста, я пофиг, а вот то, что я рыжая, вот это вот, бордо лица у меня рыжая, это меня как бы, я не люблю. Так, и что, что еще там, значит, в прямом эфире я на вопросы отвечала по поводу того, как он носится, этот материал, подробненько любой материал, как носится, я рассказала. Так, что там еще было в прямом эфире, пойдете, посмотрите, обещаете, обещаете. Потом я рассказывала про аллергию мастера и клиента, как с этим быть, и, ну, то есть на фоне этих китайских материалов, потом я рассказывала о том, что, как работать, если вы, вы же, вот мне на самом деле, когда присылали, я вот в окошко смотрю, потому как я это, романтик, я черпаю романтизм из окна, мне там архивейки еще, куда смотрят все время, на виде, как смотрят, час куда-то смотрят. Круто, ну, да, если бы у меня хоть волос был рыжий, да, ладно, а то у меня, это, морда лица рыжая, я как-то пытаюсь этими эспейфами защищаться, но ничего не к этому не помогает, тут жесткий, это, уф-фильм, уф-фактор, вот, и у меня был бы, у меня волос вот хотя бы вот такой, ой, сейчас я, кстати, покрасилась красиво, красиво, у меня, я когда родилась, я в год была вот такая, но я родилась вообще белая, белая, поэтому мама долго не думая называла меня как, понятно дело как, вот, я бы хотела вот, чтобы я была хотя бы такая, как я родилась, у меня свой волос такой темный волос, но на солнце он отливает рыжий, но это только на солнце, ладно, от темы мы отвлеклись, я говорила о чем, о том, что, и так, об аллергии, о том, у кого эта аллергия есть, я не доктор, сразу хочу сказать, лечить кого-то и рецепты раздавать о том, как вылечить какую-то аллергию, я не буду, сама я аллергию уже очень сильно давно, и еще до того, когда даже я помыслила, даже не помыслила заниматься материалом, у меня была аллергия жуткая, крапивница, просто капец, какая сильная крапивница, мы не знали на что, но потом выяснили, когда мы жили в Красноярске только-только первый год, у меня мама занималась, у нее прялка была электрическая, и она какой-то тетеньке на заказ пряла, пряла, ну, короче, это Асу, делала собачью пряжу, ниточки, и на какую-то, и она где-то эту пряжу шерсть скупала у заводчика, у всяких людей, у которых лохматые собаки, и приносила маме, мама моя пряла эту шерсть собачью, и на какую-то собачью шерсть у меня не было аллергии, а потом мы выяснили, на какую-то конкретно, а какую конкретно, может она зараженная была чем-то, или еще что-то, у меня была вот эта сумасшедшая аллергия, вот, и потом, потом что, а потом я начала работать, у меня начался этот ринит хронический, я постоянно, да я и сейчас тоже, у меня постоянно этот спрей носится со мной во всех сумочках, и это уже не лечится, потому что он хронический, и на сезонные все вот эти вот погодные, сейчас вот отсветет полынь, этот, как это кости, трава так гадостная называется, амброзия свои семена разбросает, потом начнется аллергия, знаете, ну чем, вот эта вот сырость, вот эта вот под листьями, вот эта вот будет у меня аллергия, глаза у меня такие сразу становятся блестящие, блестящие, вот, поэтому я аллергия с давнешних пор, и сказать, что конкретно у меня на материал аллергия, я не могу, вот, но сопровождается это и крапивница, и отеком к венке периодически, и как с этим бороться, никто не знает, потому как надо знать конкретно, чего аллергия, а так как выяснить никто не может, и врачи в том числе, потому как все время у меня в перманентном моем состоянии находится обострение, а в момент обострения это очень сложно определить, что, как и зачем, чем это лечить, поэтому не предоставляется возможным определить, на что аллергия, вот, да, ангелина, фигня фигнёй, ну тут фигня, вот откуда, то, что когда вот эти вонючие гели начинаешь открывать, да, там глаза начинают слезиться и нос шмыгать, это понятно, что это вот от этого, но отчего крапивница и отек венки просто на ровном месте, ну, об этом я тоже говорила в прямом эфире, и девочка мне написала по поводу того, что аллергия началась, я там отвечала ей на вопросе, и тоже посмотрите, как я ей ответила, жестко и злобно, шучу, конечно, не жестко, не злобно, вот, поэтому я решила сюда выйти, к вам будет эфир, я даже не предупреждала, что у меня будет прямой эфир сегодня на ютюбе, потому, как я вчера его запланировала, ёшкин кот, и я вчера весь день пролежала с давлением, которое меня это просто свалило, потому как у нас погода, меняется ветер, и я плохо себя чувствую, я не смогла, спасибо девочке за сердечки, как приятно, как приятно, спасибо, спасибо, я не смогла выйти в прямой эфир на ютюбе, я сегодня решила выйти и в прямой эфир на ютюб, и в прямой эфир к вам, потому как я скучаю за вами, потому как мне хочется с вами пообщаться, и потому как я, как это радио, меня заглохнуть очень трудно, я говорила уже много раз, а знаете, есть на ютюбе один мужичок, не буду его пропагандировать, ну нафиг, он говорит, у него, правда, монтаж рваный, конечно, он любит такой монтаж, и все вот эти, где вот задумывается, и так же, как я, бывает, задумывается, там что-то, какую-то мысль вспоминает, он вырезает, но он говорит очень-очень быстро, вот, прям быстро на ютюбе он говорит, ну там определенные вещи говорит, и одна из психологов сказала, что типа он употребляет, поэтому нормальный человек, много и быстро не может говорить, и я думаю, блин, хорошо, что на мои видеки не смотрят, хотя что же такая же тараторка, это называется тараторка, это что значит, кто-то что-то употребляет или нюхает, нет, хотя нет, я-то точно нет, ну такой характер, я могу говорить много и быстро, вот, и что, мы сейчас договорились, что придет посылочка с еще пару геликов придет, из этого магазина, они уже отправили мне трек, там добавочные будут гели, и уже все вместе я их соберу, но я не хочу пропагандировать этот магазин, потом рекламировать, да, о том, что я его не знаю, и потому что там мне не заплатили, да, ну это, в любом случае, это бизнес, мне хочется, чтобы хотя бы мастерам какую-то скидочку давали, или какие-то подарочки давали, ну, друзья мои, и так нас это, это все, да, со всех этих, даже наживаются на том, о чем просто даже додуматься не можешь, у меня уже, знаете, паранойя, я вот иду по рынку, по строительному, или по какому-то там, где всякая хрень, это, инструменты продают, я уже своим этим маникюрным глазом смотрю, так, а чего вы мне для маникюрии тут прикупили, потому что это все берется откуда-то, вообще непонятно откуда-то берется, и нам потом за большие деньги, вот эти вот зажимы, е-мое, вот это покупала я зажим, видели же, да, прям, ну, это я показывала вам в сторизах, в магазинах Попа 1200, ну, за что, за что, скажите мне, за что, когда их можно купить, там, 150 рублей, это еще даже дешевле можно купить в этих магазинах, где всякие инструменты продают, просто мы не обращаем внимания, нам хочется заказать их, чтобы нам прислали, а пойти куда-то, ну, некогда, поэтому, а, думаем, наверное, наживемся мы на этих мастерах, ну, сколько это вот будет продолжаться, я вообще не понимаю, да, друзья мои, скажите. Вот, люди вышли, думают, ничего полезного, вот, я просто не знаю, понимаете, друзья мои, когда снимают видосики, прямые эфиры, вот, просто вы, вы просто мастера, или, ну, пусть не мастера, вы обратите внимание, все, кто к вам выходит с мастер-классами, с материалами, они обязательно рекламируют свой интернет-магазин, свой материал, свой бренд, кисти, красочки, пусть нет материала там много, есть какие-то кисти свои, есть какие-то краски, есть курсы, есть гайды, у меня нет ничего. То есть я выхожу к вам просто так, вот, наверное, самый дурацкий блогер, это я, у меня ничего нету, на продажу у меня ничего нету, я ни курса не продаю, не потому, что я, ну, наверное, ленивая, наверное, у меня нету денег закупить свою торговую марку, я просто не хочу. Во-первых, с меня никакой бизнесмен, вот, что касаемо купи-продай, с меня вообще никакой бизнесмен, и это просто проверено уже много-много раз. Вот, поэтому, если я к вам выхожу поболтать, вы можете задать мне вопросы, потому что я знаю на все вопросы, ответы абсолютно. Если я не знаю кристаллическую решетку материала, так, извините меня, торговая марка, она тоже не знает, она знает что? Ну, она знает примерно технологию создания этого материала, но она же не сидит за микроскопами и в лабораториях, где это все создают определенные люди. Ну, согласитесь, они, пусть даже технологи и директора торговых марок, но они, они знают, что у них хороший качественный материал. Ну, а я вот Фома невирующая. Если у Гейлак стоит 800 рублей или 1200, и они говорят, что это полностью безопасное средство, а как я это проверю? Я только могу это проверить на собственной шкуре, на собственных клиентах. По-другому я никак не проверю. Да. Ну, я вот и про это же говорю. И, кстати, по поводу этой щеточки, надо тоже посмотреть, наверняка, я тоже заглядывала на эти щеточки, вот чистить фрезы, в интернет-магазинах. Я смотрю, где бы они подешевле. Они что-то таких-то денег стоят, какая-то фигулинка, она просто не это, зачем, чтобы что? Да, я со своего кабинета, я не принимаю клиентов по известным причинам, по причине того, что сейчас, во-первых, не хочу этого пандемия, я не хочу, мне достаточно комфортно, я работаю только с, как это называется, под упадными кроликами, если мне надо проверить материал, протестировать его, тогда да. А вот специально с клиентами я не работаю, хотя вокруг меня уже ходят и просятся, и просятся, и просятся, я нет. Мне вот хочется, чтобы уже какая-то вот безопасность наступила хотя бы чуть-чуть, потому что мне совсем нельзя ковидом болеть, совсем нельзя, у меня сам по себе очень маленький объем легких, просто маленький объем легких, и вы сами понимаете, если вдруг я заболею ковидом, это вот просто будет, я не знаю, мне кажется, для меня это будет фатально, я, конечно, понимаю, что я себя не 100% не обезопашу, обезопашу, обезорежу, но если есть у меня возможность не подвергать себя какой-то опасности, я постараюсь это сделать. У меня даже были моменты, когда мне нужно было делать операцию достаточно по времени, объемную операцию, но она была плановая, и замеряли мой объем легких для того, чтобы рассчитать неправильно, ну, наркоз это все такое фигню, мне не стали делать эту операцию из-за того, что у меня объем легких маленький, из-за того, что у меня маленький рост, и позвоночник скривлен, и мой организм, мои легкие просто не справятся с этим количеством по времени наркоза, который должен быть у меня во время операции, то есть я как бы понятно объяснила, да, сейчас у меня много других интересных проектов, с которыми я работаю, не знаю, вернусь я работать с клиентами или нет, но это же не показатель того, что если я не работаю с клиентами, это же не показатель того, что я не мастер, я знаю про маникюр все, я сделаю любой, абсолютно любой дизайн, я сделаю абсолютно любое моделирование, единственное, я буду делать дольше, чем это делают те мастера, которые делают это постоянно на потоке, я сделаю абсолютно любые ногти, любой длины, любой формы, но это будет дольше, просто потому как, ну как, любая техника нарабатывает скорость, я по чуть-чуть буду дольше делать, я за свое время, я уже считал сколько лет я больше десяти лет работала с клиентами и здесь я работал уже по моему до того как мы переезжали с места на место и в студии я работала в одной потом мы переезжали и я насчитал но все равно где-то больше десяти лет мастеру столько лет работой это знаете с клиентами когда просто не неинтересно не неинтересно просто красить ногти гелаками если мне надо испытать какой-то новый материал если мне нужно сделать какое-то новое моделирование новые формы появляются новые техники я абсолютно в курсе я абсолютно умею все сделать что-то мне нравится больше что-то мне нравится меньше если я не принимаю клиентов на потоке это не обозначает что я не мастер или я плохой мастер и я чего-то не знаю у меня достаточно много времени изучать ту или иную продукцию изучать ту или иную торговую марку докапываться до каких-то мелочей и тонкостей потому как я не трачу время на клиентов не трачу время на нервы не трачу время на восстановление во первых кто тормозит тут прямой эффект тормозит во первых мне уже достаточно тяжело потому как все таки организм берет свое позвоночник у меня четвертая степень искривления позвоночника если кто-то не знает это очень тяжело это органы которые которые например объем легкие да я постоянно дышу мелкими мелкими дыханиями и когда ты так дышишь постоянно тем более ты работаешь и дышишь вот в напряжении болит голова то есть много нюансов которые как бы уже говорят о том что надо же с клиентами не работать потому что организм просто тупо тяжело если руки да там еще справляются то органы которые внутри организма постоянно под напряжением из-за того что позвоночник не дает возможности только столько долго сидеть и с клиентом работать то уже надо призадумываться да там если например я руками справлюсь то позвоночник уже тяжело просто потом просто восстанавливаться очень сильно тяжело эти вопросы постоянно мне задают клиенты 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 если бы я была бы мастер с допустим со стажем работы три года пять лет до один мои клиенты но столько сколько я пилила этих ногтей уже просто если бы это был материал моделиркой да я больше наверное не то не пустим эти шанса покрытие гейлака мне просто не интересно выравнивание ногтевой пластины базы но мне просто не интересно люди на этом зарабатывают вы мастера вы на этом зарабатываете это правильно так хорошо это способ я с вами и в этом плане я с вами находим разные возможности дополнительные как чего укрепление нам до наращивания ремонт все это мы с вами рассматриваем но лично мне это вот как бы как сказать не то что это не мой не не мой основной уже способ заработка да поэтому я не скажу что я буду работать с клиентами столько проектов столько всего интересного которыми не мешает быть мастером просто не мешает это уже знаете это уже все это уже по жизни я стала мастером когда-то и наверное это будет много много еще лет вперед даже бараба усы вырос все равно буду мастером все равно буду мастером и сделаю любые ногти абсолютно я не буду участвовать в конкурсах я никогда ведь в конкурсах и не участвовали никогда не хочу быть кому-то там соперником и я не хочу быть сама этим чтобы меня считали соперником где-то не на ютюбе не в жизни вообще нигде никогда поэтому то что я не работаю с клиентами на потоке это ни о чем не говорит так если быть хорошая интересного пропустила друзья давайте вы мне какие-нибудь вопросы зададите пока я здесь потому как я скоро тут ум да 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 я смотрю я всегда выгляжу молодым что что но не молодой конечно молодой молодец молодец я да что что вам еще рассказать быстренько мне задавайте свои вопросики у вас есть такая уникальная возможность кстати говоря я уже говорила про это по поводу обучения вот конкретных курсов я сейчас не провожу ни живых и живых и мертвых не онлайн никаких я не про провожу обучение но есть девочки которые прям просятся ко мне на обучение сюда в кабинет у меня есть для этого все для обучения но опять же таки мне хочется дождаться уже я не знаю сколько мужу год два три я при этом стараюсь не терять квалификацию сноровку ловкость потому что я все равно работаю с ногтями я хочу чтобы ко мне приходили девочки мы просто здесь душевненько пили чай очком работали я доставать буду все свои материалы буду давать свои кисти мы будем рисовать вот проблема в том что вот опять же курсы да вот это было еще когда я проводила курсы в офисе до вот этой всей пандемии опять вот этот вот косяк да не за что девочки спасибо вам приходят девчата да на курсы допустим ко мне я уже не говорю о приезжих мастерах инструктора они приезжают они привозят свой материал то есть они всегда практически каждый инструктор имеет в продаже тем что он показывает то есть ему просто не интересно приехать и показать вам какой-то курс он привезет вам кисти он привезет вам на продажу красочки которыми вы будете рисовать на курсе вы обязательно это купите потому что ну вот так получается это всегда на согласитесь или это студия где куда вы приходите у них обязательно есть небольшой допустим если это не супер какая-то крутая студия большая все равно есть какой-то шкаф с продажей вы купите какие-то материалы которыми работали на курсе если допустим это аэрография то вы купите краски купите эти трафаретики купите там какие-то кружавчики купите обязательно и в этом в этой студии будут но моя проблема в том что мне нечего продавать мне ничего нету спасибо вам большое девочки спасибо и когда я что-то показываю мы круто рисуем какой-то кисточкой на курсе те же самые те же самые ну что 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 не приходит в голову там и те же самые розочки делаем лепнину приходит девочка у вас нету на продажу тебе не хочется свои уже продать вот теми которым я ковырялась или так отдать и потому как я понимаю что она пока купит пока где-то их достанет эти кисти гели материалы уже не забудет как это делается по не понимаете когда уходит ученик когда хоть уходит мастер с курса он должен ладно не вечер не с вечера этого же меня хотя бы на следующий день сидеть и начать и рисовать работать вспоминать то что делали на курсе когда уходит пустыми руками пока это он собирает для для себя для клиентов то это будет сильно это сильно долго и все бесполезно эти будут курсы ну согласитесь поставьте мне пожалуйста сердечки если вы согласны что студии должны быть материалы для продажи потому как это просто как бы надо бесполезно что-то проходить перейдя домой ничего не отрабатывать да вот что что еще есть девочки мои мальчики есть вопросы привет я боюсь махать вам тут нажимать помогать помогать и нажимай но я боюсь что тут чем-то выключиться или отключиться и конечно же легитимный вопрос почему у меня нету материала потому что ну нет у меня материала я не бизнесмен я не не знаю как вот вложить какой-то материал деньги и потом как это ну просто я просто не хочу тратить на это не то что деньги я время не хочу это узнавать где это зовут как это все делается как это все у меня столько в жизни интересного происходит что мне возможно это принесет какую-то прибыль а может и нет поэтому 50 на 50 а то и меньше чем на 50 что-то принесет для меня какой-то какой-то результат а я всегда стараюсь делать то что приносит результат даже моральный пусть не материальный я не всегда имею ввиду о результате морально не имею ввиду любой результат материальный даме не не обязательно материальный обязательно обязательно чтобы результат пусть это будет моральный, психологический какой-то результат, просто какой-то результат, там, я не знаю, ваши привет, ваши комментарии, ваши лайки, ваши просмотры, это тоже для меня результат какой-то необходимости, надобности и все такое, поэтому если есть результат, я буду, я всегда говорю, я работаю только по вашему запросу, если вам не интересно, если вам не надо, или нужно только одному-двум человекам, и видосик снимать не буду, потому что, ну, неинтересно, кому-то неинтересно и нет, только на результат, результат должен быть всегда, да, или нет, ну-ка скажите мне, вот, поэтому девочки мои, мальчики, все друзья мои, кто следит за мной, везде, во всех соцсетях, особенно на ютюбе, пожалуйста, вечер, у вас вечер, добрый вечер, Оля, у нас еще не вечер, мы еще даже не обедом жим, если у вас есть возможность подписаться на мой ютюб канал, обязательно подписывайтесь, потому что я там снимаю и коротенькие видосики для мастеров, новичков, что это такое, и с чем его едят, называется, как это наносится, буквально, а, ну понятно, Северодвинск, привет, Северодвинск, привет, что там у вас погодка, расскажите, друзья мои, у нас как бы не очень холодно, не очень тепло, вернее, холодно, и, чтобы не тратить ваше время, я знаю, что не, вот, одна из причин, почему я не выхожу, какие-то там, супер эфиры, редко выхожу, даже не знаю, как тут все это нажимать, сохранять и делать, потому как редко выхожу, мне жалко тратить ваше время, потому что вам столько уже этой информации выкладывают, кого из блогеров я смотрю? Так, кого из блогеров я смотрю? Так, дайте вспомнить, смотрю или, ну, блин, а, я смотрю, маникюр айвери, мне нравится Яна, просто Яна мне нравится, не то, что там, как мастер она мне нравится, или как, это, какие-то подсматриваю у нее работы, или что, нет, мне просто она нравится, как человек, как какое-то есть такое сближение, близкие есть там, точки соприкосновения, как, кого же я еще смотрю, у кого-кого я еще смотрю, на самом деле, не так уж и много я смотрю роликов, потому что я прекрасно знаю, что, если того, чтобы посмотреть ролик, надо встать и пойти нарисовать дизайн, правильно? чем больше мы тратим время на просмотры, да, марафоны, это круто, спасибо, спасибо, часто у меня было много, не много, но были марафоны, вот, чем больше вы смотрите ролики, вы просто задумайтесь, вот просто задумайтесь, я не призываю вас сейчас не смотреть мои видосики, я как раз вас призываю пойти на мой YouTube канал, и кто не знает, там вот шапки профиля есть, ссылка, и здесь еще, наверное, оставлю, тратить время на просмотр, если вы смотрите, то вы ставьте перед собой этот просмотр и делайте, делайте, рисуйте, то есть, когда вы просто смотрите на руках чьих-то клиентскую, эту просто клиентскую работу, как мастер работает, блогер, который работает, 15 минут снимает видосик на какие-то проблемные там, ноготочки, там что-то показывает вам, но это не обучение, это просто, знаете, просто саморазвитие, и в итоге тебя затягивает, ты полдня смотришь эти видосики, а за это время лучше бы пошел нарисовал там прикольный дизайн, правильно? Ой, меня, да, у меня, во-первых, мой большой ютуб канал, который я сейчас медленно забрасываю там, и по ремонту, и на клиентах есть, и все, все, все есть, и, не знаю, все, все технические моменты, я отвечаю на вопросы, я сама в соцсетях, я, 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 как вам это, я, 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 поэтому, заходите, я вас всех жду, я всем отвечаю, абсолютно всем, вот, поэтому, мне не хочется тратить время на, ваше время на вот эти вот разговоры, вот сегодня вы, надеюсь, выходной у кого-то в субботу, хотя не надеюсь, что у кого-то в субботу, в воскресенье, выходной наоборот самая работа и подкидывайте мне прикольные идеи для видосиков которые вас волнуют не то что там вышла новая баночка давайте я на эту баночку сниму 35 роликов и не что вас интересует пишите мне пожалуйста я вас прошу и я буду реагировать на ваши вопросики на ваши запросики потому как я один из неангажированных блогеров которым не за просмотре не платят не за положительное мнение не платят так что буду посудать носим с вами прощаюсь носим за сим и человек не русский плохо понимать по русски плохо говорить по-русски вот я с вами прощаюсь я ставлю этот эфир ни о чем оставлю посмотрите просто для хорошего настроения и заходите на мой youtube канал там более подробно и более такая профессиональная информация хотя я все стремлюсь свою профессиональную информацию упрощать до уровня пользовательская чтобы было больше людей которые заинтересованы в этой информации а нет не доискатывать всякие там дебри на всякие и аббревиатуры и всякие названия модные под кутикольный карман жду ваши комментарии ваши пальчики вверх увидимся обязательно обязательно увидимся очень очень скоро с вами была светлана соколова и молчит константин заката всем пока спасибо что были там пока